С 1 сентября вступили в силу новые правила поведения сотрудников МВД. В документе подробно расписано, как должны строиться взаимоотношения инспекторов ГИБДД и граждан на дороге. Теперь гаишникам разрешено прятаться в кустах, не отдавать честь и останавливать пьяных чиновников. С сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД имеют право привлекать к ответственности нетрезвых чиновников, находящихся за рулем. Это вообще замечательно. Молодцы, замечательно. Я считаю, чтобы еще ужесточили бы штрафные санкции, сделали бы минимально 100 долларов. Тогда, может, хоть порядок навели бы. Теперь сотрудник ГИБДД может делать много того, что раньше находилось под вопросом. К примеру, скрытно выявлять нарушителей, используя естественные преграды, то есть прятаться в кустах или за углом. Гаишники также могут контролировать движение, используя автомобили без специальной раскраски. Правда, останавливать водителей им предписывается в форме и на патрульных машинах. На практике это означает, что один инспектор будет отслеживать нарушения из укрытия, а второй дальше по трассе останавливать провинившихся. Непосредственное общение инспектора и водителя также изменится. Регламент предписывает сотруднику быть вежливым, но отдавать честь он больше не обязан. Водители и сотрудники ДПС на нововведение отреагировали по-разному. Теперь сотрудники ГАИ могут наблюдать за движением из укрытий. Из столбов, кустов. Как вы к этому относитесь? Давно пора. Хоть порядок наведут на дорогах, а то полный беспорядок, хамство и неуважение друг к другу. Снизит риск конфликтов, снизит вероятность того, что граждане будут предлагать материальное вознаграждение, либо же инспектора будут вымогать материальное вознаграждение за допущенные нарушения. В марте 2010 года Министерство финансов планирует повысить суммы компенсации на рынке ОСАГО, обязательного страхования и ответственности водителей. За виновников ДТП, в которых пострадали или погибли люди, страховщики должны будут выплачивать до 500 тысяч рублей, то есть в три раза больше, чем сегодня. Это, очевидно, вызовет повышение стоимости и самого тарифа ОСАГО. Аналитики предрекают протесты автомобилистов. Некоторые из них уже сейчас отказываются покупать полис обязательного страхования и жалуются на нечестную работу страховых фирм. Что происходит на рынке ОСАГО и можно ли застраховаться от недобосовестных страховых компаний? Об этом в нашем следующем репортаже. Крыло, бампер, фара непосредственно под крыло. Игорь не был виноват. Его зацепили на МКАДе еще в марте. Полная страховка обещала быстрое решение проблемы. Но уже пять месяцев они с женой бьются со страховой компанией. Стоимость ремонта там оценили в два раза меньше, чем в автосервисе. Но даже эти деньги никак не выплатят. Говорят, кризис просят подождать. Виновник ДТП, из-за которого произошла авария, то есть мы понесли вот эти вот убытки, то есть она занижена по той причине, что его страховая уже обанкротилась. Очередной визит к страховщикам. Дальше порога они не пускают. Менеджер выходит к стойке охраны и снова просит Игоря потерпеть. На этот раз до конца августа. Дату страховщик написал на простом бумажном квадратике. Документ явно неофициальный. Игорю остается только верить на слово. Посмотрите, ту дату, которую я обозначил в голове, в эту половину именно в эту дату получите. Вторую половину получите через 2 недели. Теперь давайте предположим, что вы вот сейчас недовольные выплаты пойдете в суд. Вы эти деньги по суду бесспорно получите, но получите их через 2,5 месяца. Лучше не получите. Игорь решил, будет судиться. В страховой ему уже в четвертый раз называют дату выплаты. Но он уверен, когда этот день наступит, его опять попросят прийти через месяц. Месяц переносит, переносит. 23.06, 23.07, сейчас вот объявили 23.08. И еще сумму поделили на два раза. Ну, я думаю, что и 23.08 ничего, соответственно, не будет. Его жена Ольга регулярно заходит на сайт страховой компании. Опасается, что она вот-вот закроется. Это логично, если страховщик не может платить клиентам. Но вместо тревожных новостей о вынужденной задержке выплат, «Радужная реклама». Они предлагают, и у них застраховаться, то есть предлагают также и КАСКО, и ОСАГО, и, в общем-то, как всегда, сказочные обещания по поводу выплат. То есть все те же обещания, которые были сделаны до кризиса, так скажем. С начала этого года у 13 компаний, страхующих автомобилистов по программе ОСАГО, отобрали лицензии. Не в состоянии выплачивать. Те, кто столкнулся с такими компаниями, идут в РСА. Российский союз авторстраховщиков. Именно там по закону должны платить по обязательствам закрытых страховых фирм. В РСА встревожились. За последнее время к ним пришли уже 28 тысяч человек. Настоящий бум. Фонды на оплату долгов по ОСАГО стремительно тают. Мы обратили внимание, что объем выплат опережает поступающие от страховых компаний взносы в резервные фонды, которые обеспечивают эти платежи. То есть это критическая ситуация, которая заставляет нас задуматься, не закончится ли это совсем плохо для рынка ОСАГО. По словам Дмитрия Познякова, на рынке сейчас остается еще до 25 компаний, которые на грани. До конца года у них, вероятно, тоже отзовут лицензии. По полису ОСАГО всегда платит страховая фирма, а РСА только когда фирма перестает работать. Впрочем, даже обращение в РСА не гарантирует, что страховка по ОСАГО будет выплачена. Кроме полиса, там требуют еще ряд документов, которые не всегда можно собрать. РСА ставит достаточно жесткое условие для осуществления компенсационной выплаты, как то предоставление потерпевшим копии полиса ОСАГО виновника. По часу это сделать невозможно, поскольку лицо, починившее вред, виновник, покидает пределы страны. Таких сейчас ситуаций много, я имею в виду водителей, приезжающих с Молдовы, с Украины, с Грузии и так далее. По словам юриста, это требование незаконное, и он находит только одно объяснение, почему РСА его выдвигает. Способ избежать выплат. Спартак Королев за последнее время оформил уже пять исков с претензиями к Союзу страховщиков. Ну вы сказали, что все нормально, что Мособов суд оставил в Сирии решение по нашему иску. Получая страховку по суду, целая история. У Ивана Туманова она длится уже третий год, и конца края не видно. Его Volkswagen оказался среди шести участников крупного ДТП. Иван остановился за сломанной машиной в левом ряду. За ним еще несколько авто. А потом их догнал джип, собрал в кучу, в которую следом еще и БМВ въехала. Страховщики отказываются платить, говорят, не могут определить виновного. Бесконечные экспертизы и суды. Иван прошел уже через три инстанции. Назначили дополнительную экспертизу. Экспертиза через полгода пришел от нее ответ. Сказали, что разобраться ничего не могут. Суд назначил еще одну экспертизу. В другой получилось, что виноват как бы и я сам. Как там эксперт на каких доводах определялся, я не знаю. Хотя у меня в машине три свидетеля, много народу было. И все как бы указано в протоколах. И все сфотографировано даже. Он продолжает борьбу и надеется отстоять обещания, данные ему при покупке страхового полиса. Но далеко не все автовладельцы так настойчивы. Многие отказываются, многие водители, которым положены деньги в качестве возмещения ущерба, отказываются от каких-либо притязаний. Потому что понимают, что невозможно будет выбить эти деньги со страховщика вообще. А если и будет возможно, то это будет запряжено с массой трудностей. Надо заплатить адвокату, надо ходить по судам, надо контролировать сам процесс. Поэтому многие просто отказываются. Люди с перебоями получают выплаты по ОСАГО. У страховщиков финансовые сложности. А в Минфине тем временем хотят заставить их платить еще больше. С марта следующего года выплаты по ОСАГО планируют увеличить. Больше всего должны будут вырасти возмещения по ущербу жизни и здоровью до 500 тысяч рублей. Сейчас эта сумма более чем в три раза меньше. Компенсации за повреждения самих машин тоже подрастут. Вроде бы хорошо, но это неминуемо потянет за собой увеличение стоимости полиса ОСАГО. Трудно сейчас спрогнозировать, каков будет уровень повышения тарифов. Но исходя из того, что сейчас заложено в законопроекте, повышение в этом случае будет в районе 30% как минимум. Целесообразно ли это делать во время финансового кризиса, когда каждая копеечка на счету? Вот по моим данным, я не претендую на исключительность или эксклюзивность или достоверность этих данных, но по моим данным все-таки примерно 20% водителей сегодня уже фактически отказываются от приобретения полиса ОСАГО, заключения договора. В следующем году за ОСАГО, вероятно, придется платить больше, но как будут платить сами страховщики, сказать трудно. Сейчас на рынке ОСАГО остается около 150 страховых компаний, и только 70% из них, по мнению аналитиков, можно назвать надежными. Никто не застрахован от того, чтобы не оказаться на месте Игоря и Ольги, тщетно обивающих пороги страховой. Утешить может только то, что уже полгода как действует система прямого урегулирования убытка. Возмещение по ОСАГО можно теперь получать в собственной страховой компании, до этого только в компании виновника ДТП. Главное внимательно отнестись к выбору страховой фирмы.